Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Как оцениваются объекты капитального строительства и земля? Можно ли оспорить кадастровую стоимость квартиры? Об этом говорим сегодня. В нашей студии заместитель директора филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Самарской области Светлана Вандышева. Ваши вопросы задавайте по телефону 202 11 22, звоните. Здравствуйте, Светлана! В 2016 году будут оцениваться все объекты капитального строительства и земля. Скажите, пожалуйста, в связи с чем и для чего будет проводиться вот такая массовая оценка? В настоящее время на территории Российской Федерации действует федеральный закон номер 135 об оценочной деятельности Российской Федерации. Именно этим законом определена периодичность определения кадастровой стоимости в массовом порядке. Если мы говорим об объектах капитального строительства, то на территории Самарской области последние постановления было утверждено в 2012 году. А периодичность, которая установлена законодательством, сегодня следующая. Это не реже одного раза в три года и не чаще, чем один раз в пять лет. Понятно. Как раз 2016 год получается. Скажите, пожалуйста, что нужно в этот год делать собственникам жилья, земельных участков и так далее? На что им нужно обращать внимание? Или это будет проходить оценка вне зависимости и независимо от собственников? Дело в том, что сегодня законодательством не предусмотрено участие собственника в процедуре массовой оценки объектов недвижимости. Поэтому я могу порекомендовать всем собственникам объектов недвижимости как минимум поинтересоваться, а какая кадастровая стоимость утверждена правительством Самарской области в отношении их объектов недвижимости. И, соответственно, в случае, если им покажется, что она существенно завышена, то тут предусмотрена процедура обжалования. Понятно. А что такое вообще кадастровая стоимость, кадастровая оценка? Мы привыкли, обыватели, больше всего к рыночной, да, вот даже покупая квартиру или дачу с землей, мы ориентируемся на то, сколько она на рынке стоит, жилья и так далее. А здесь кадастровая. В чем отличие кадастровой от рыночной? Ну, здесь, конечно, существенное отличие присутствует, и не стоит ни в коем случае путать рыночную стоимость с кадастровой, поскольку рыночная стоимость, подрыночную стоимость понимается стоимость, определенная в результате проведения массовых работ по определению кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость определяется в массовом порядке при массовом методе подхода. И в данном случае никакие индивидуальные характеристики объектов недвижимости по объективным причинам не могут быть учтены, потому что исполнитель работ объективно не может попасть в каждый объект недвижимости для того, чтобы адекватно присвоить кадастровую стоимость, несмотря на наличие, конечно же, определенных методик при подсчете кадастровой стоимости. В то время как рыночная стоимость, она, конечно, более адекватная и более реальная, она более адаптирована сегодня к рынку, и по сути это, собственно, рыночное отношение, и рыночная стоимость в отношении объекта недвижимости, она формируется участниками сделки. То есть объект, который сегодня продается либо покупается, это как мы с вами, как продавец и покупатель договоримся, вот такая наша стоимость и будет. Она и будет называться рыночной. А что такое кадастровая стоимость и что от нее зависит? Вот для чего проводится эта массовая оценка? Ну вот в этом смысле кадастровая стоимость – это некий публичный эквивалент стоимости. Нужен он в первую очередь, конечно, для формирования налогооблагаемой базы, потому что кадастровая стоимость ложится в основу налога прежде всего. Во-вторых, для определения аренды, в случае, если какое-либо лицо хочет приобрести земельный участок, например, в аренду, то орган местного самоуправления будет определять арендную плату, исходя из кадастровой стоимости. Ну и в случае, если вы хотите приобрести земельный участок в собственность путем выкупа, то орган местного самоуправления или орган государственной власти, в зависимости от того, в чьей собственности находится земельный участок, выкупную стоимость будет определять также, исходя из кадастровой стоимости. Ну и еще один немаловажный момент, при котором стоит обратить внимание на кадастровую стоимость. Сегодня нотариат при произведении процедуры при вступлении в наследство высчитывает государственную пошлину, исходя из кадастровой стоимости. Вы сказали, что нужно как минимум узнать кадастровую стоимость своего объекта, недвижимости и так далее. А как это сделать? И нужно это вот заранее можно сделать в 2015 или только в 2016 можно, когда проведется? Нет, дело в том, что сегодня на территории Самарской области имеют место 8 действующих постановлений в отношении разных категорий земельных участков и одно в отношении объектов капитального строительства. То есть кадастровая стоимость в отношении квартир, гаражей, жилых домов, торговых центров, она уже сегодня есть. Да, поэтому если вы хотите узнать кадастровую стоимость на сегодняшний день, вы уже сегодня можете эту информацию получить. Но, во-первых, все опубликуется на сайте правительства Самарской области. Во-вторых, если вы воспользуетесь таким ресурсом, как публичная кадастровая карта и найдете там свой земельный участок, например, то стоимость, кадастровую стоимость на сегодняшний день вы там тоже увидите. Ну и самый популярный на сегодняшний день способ получения этой информации – это обращение в орган кадастрового учета, то есть в кадастровую палату, либо в любой фронт-офис многофункционального центра с заявлением о предоставлении сведений в виде кадастровой справки на тот или иной объект недвижимого имущества. Обратиться к таким заявлением может абсолютно любое заинтересованное лицо, сведения эти предоставляются бесплатно, нужно только при себе иметь документ, достоверяющий личность. Ну и кроме того, если, допустим, вам нужна кадастровая стоимость для вступления в наследство, то нотариус от вас попросит справку о кадастровой стоимости на определенную дату, на момент открытия наследства, то есть на момент смерти наследодателя. Вот такие справки мы тоже предоставляем, и они тоже запрашиваются в наших фронт-офисах. Понятно. Я стала свидетелем такого разговора, что две собственницы земельных участков выяснили кадастровую стоимость, и участки-то у них находятся приблизительно рядом даже в одном районе, но, может быть, по площади немножко различаются. И она получилась у них в разы больше у одной, чем у другой. И они были этим очень удивлены и недовольны, ну, естественно, у кого больше. И она вот спросила меня, куда она может обратиться, и вообще можно ли это как-то протестовать. Почему получилась такая ситуация? Потому что вы говорите, что без собственников это происходит, и вмешиваться вот в каждый там участок и дом – это невозможно по объективным причинам. А как так произошло тогда, если приблизительно одинаковые участки получили разную стоимость кадастровую? Ну, вы знаете, у нас есть даже вот такая шутка в кадастровой палате, что государственные кадастры недвижимости по соседям не ведется. Так. И факт того, что у соседа есть определенная стоимость, и нам вроде бы как кажется, что у нас абсолютно одинаковые земельные участки, и даже вот у него тут и колонка-то ближе, а у меня тут и проход-то загорожен, да почему же она у нас одинаковая, да у меня даже в некоторых случаях еще и гораздо выше. На самом деле есть масса причин, по которым может отличаться кадастровая стоимость. Ну, в первую очередь, это, конечно, налоговая ставка и налоговая льгота. Ну, с этим вопросом я порекомендую обратиться в налоговые органы по местонахождению объекта, поскольку налоговая льгота у нас сегодня определяется органами местного самоуправления на территории каждого муниципального образования. Поэтому соседка ваша может оказаться льготником, и в отношении нее будет применена льготная налоговая ставка, и, соответственно, у нее она будет значительно ниже, да. Потом вам может показаться, что у вас одинаковые земельные участки по площади, они могут отличаться. А, соответственно, вы понимаете, что кадастровая стоимость напрямую зависит от размера земельного участка. Ну, и есть еще, пожалуй, самый распространенный момент. Это момент формирования, то есть появления, собственно, кадастровой стоимости. Вот когда у нас проводятся массовые работы, исполнитель работ, вернее, заказчик работ правительства Самарской области, запрашивают у нас, у органа кадастрового учета, перечень объектов, подлежащих оценке. И мы на определенную дату, как правило, это 1 января, вот дата, в которой будет производиться массовая оценка. Мы формируем этот перечень и передаем его заказчику работ для того, чтобы в отношении них была определена кадастровая стоимость. Так вот, этот объект может уже находиться в составе государственного кадастрового недвижимости и в этот перечень попадет, потому что этот собственник поставил его на кадастровый учет ранее. А вот эта бабушка чуть припоздала и обратилась в орган кадастрового учета в период проведения массовой оценки, то есть после того, как был сформирован перечень объектов недвижимости. И там уже несколько иной метод подсчета, тут будем применять удельный показатель. И он, я не думаю, что в разы, но может отличаться. Да, Светлана, к нам поступает первый вопрос от телезрителей. Напомню, телефон 202-11-22, звоните, у нас еще есть время. Ренат спрашивает, по какой стоимости, кадастровой или рыночной, я должен выплатить за половину стоимости квартиры своему брату? Наверное, разделяют они имущество как-то, может быть? Понятно. Я так думаю, что у вас, видимо, уже недоговорные отношения, а это произошло, видимо, либо уже в судебную плоскость, если такой вопрос ставить. Потому что, как правило, это, конечно, рыночная стоимость, по которой стороны и договариваются. Вот мы как вы с братом решили, по такой стоимости вы и делите это имущество. Если вы не сумели договориться, видимо, вы уже обратились в судебные органы, и судебный орган будет рассматривать, он прежде всего запросит, конечно, у нас информацию о кадастровой стоимости этого объекта недвижимости. Но я полагаю, это вне моей компетенции рассказывать о том, что будет запрашивать суд, я не знаю, что ему понадобится для рассмотрения этого дела, но я полагаю, что суд запросит еще и предоставление отчета о рыночной оценке. И тогда уже он будет исходить из того, из вот размера кадастровой стоимости и рыночной стоимости, которую вы предоставите, исходя из этого, и будет уже определен размер, который один брат другому должен будет выплатить. Понятно. Вот если, вы говорите, такая идет массовая общая оценка, допустим, по каждому многоквартирному дому, и получается, что там все квартиры однокомнатные будут стоить одинаково, кадастровая стоимость, да, трехкомнатные, определенная цена тоже на всех, получается, все это такая уравниловка, да? Ну вот в идеале, да, в идеале, я сейчас говорю, вот с точки зрения, если мы проводим массовые работы, и мы сформировали перечень объектов капитального строительства, и все эти, я понимаю, о чем вы говорите, вот есть стояк, да, они все однокомнатные, и все квартиры одной площади. В идеале, при проведении массовой оценки, да, эти квартиры должны быть все одинаковой кадастровой стоимостью. Не может так получиться, как вот с дачами, да, у одних участок вот вроде бы такой же одинаковый, а стоимость может. Может, может. Если одна квартира окажется в государственном кадастре недвижимости до формирования перечня, а другая после, то да, эта стоимость тоже будет разной. Понятно. Следующий вопрос, Наталья, может ли кадастровая стоимость оказаться в пять раз выше рыночной? Ну, такие ситуации бывают? Ну, я лично с такими ситуациями не сталкивалась. Мне сложно ответить, чтобы, ну, во-первых, откуда вы взяли рыночную стоимость, кто вам ее определил? Если вы сами решили, что ваш объект столько стоит, это еще не значит, что это есть рыночная стоимость. Но если мы говорим там о качестве объекта, ну, допустим, при проведении массовой оценки исполнитель работ не учел некоторых характеристик, которые влияют вот на качественную составляющую. Ну, мы с вами понимаем, что две одинаковые квартиры могут находиться, ну, в разном состоянии. Одна там, извините, после пожара, а в другой только вчера ремонт закончили. Но кадастровая стоимость может быть одинаковой. Если, конечно, вот ваш случай такой, и ваш объект недвижимого имущества в худшем состоянии, то, ну, наверное, да. Наверное, тогда кадастровая стоимость может быть выше рыночной. Ну, вот часто вообще бывают такие случаи, когда люди не соглашаются с кадастровой стоимостью своего объекта и обращаются к вам вот в региональную комиссию или куда-то, или в суды. Это частая история или нет? Или, собственно говоря, это вот, как вы говорите, все приблизительно одинаково должно быть, в идеале? Региональная комиссия у нас создана при управлении Росреестра по Самарской области, и член комиссии, заместитель председателя комиссии, это сотрудник филиала, ну, кадастровой палаты. За весь 2015 год в комиссию было направлено около 400 обращений всего. О несоответствии. О несогласии с кадастровой стоимостью по мнению собственника. Да, а мы с вами понимаем, что если мы говорим о земельных участках, то государственные кадастры недвижимости содержат в себе сведения в отношении 1 миллиона 300 земельных участков, в отношении объектов капитального строительства 2 миллиона 100 тысяч чем-то объектов недвижимости. То есть вот на всю эту массу оказалось примерно 400 недовольных на сегодняшний день. Было удовлетворено 157 заявлений. То есть на самом деле не совпало? На самом деле комиссия приняла решение, пользу собственника и кадастровая стоимость была снижена. А в суды стоит ли обращаться? Или если региональная комиссия решает все эти вопросы, то нет смысла туда обращаться? Потому что у нас есть еще одна инстанция, такие спорные вопросы решают. В суды всегда стоит обращаться. Можно тоже, да? Да. А это вот в каких-то случаях, каких-то определенных? Или сначала нужно все-таки, если не согласен с кадастровой оценкой, к вам идти в региональную комиссию, потом в суд? Или можно сразу в суд, чтобы людям как-то сориентироваться? Ну вот если собственником является физическое лицо, то он вправе сам выбрать, куда ему обратиться. В комиссию по оспариванию, либо в судебные органы. А вот если собственник является юридическим лицом, то здесь важно соблюсти досудебную процедуру обжалования. Поэтому сначала это комиссия, и только потом это суд. Понятно. А какие вообще должны быть основания, чтобы опротестовать кадастровую оценку? Какие документы, может, не просто же на словах? Можно ли полагаться на, опять же, вот в объявлениях часто публикуют рыночную стоимость каких-то объектов, и вот опротестовывать на основании вот таких цен и так далее? Вот с чем идти к вам в региональную комиссию? С каким пакетом документов? Мне бы очень хотелось ответить здравым смыслом, но есть определенный перечень документов, которые сегодня необходимы для представления в комиссию. И вот качество подготовки этих документов будет влиять и на результат работы комиссии. Будет принято положительное решение, либо не будет. Сумеет собственник и оценщик, к которому он обратился, доказать, что его кадастровая стоимость замышлена, либо не смог. Если мы говорим о перечне документов, то это в первую очередь заявление. Заявление подается в комиссию по оспариванию результатов кадастровой стоимости. Комиссия находится по адресу Антона Вовсенька, 44А. К заявлению необходимо приложить следующие документы. Это нотариально удостоверенная копия правоустанавливающего, либо правоудостоверяющего документа. То есть вы должны подтвердить, что вы к этому объекту недвижимости, кадастровую стоимость, в отношении которого вы хотите оспорить, имеете какое-то отношение, как минимум вы собственник. Либо вы арендатор, и тогда вы прикладываете нотариально удостоверенный договор аренды данного объекта недвижимого имущества. Далее необходимо представить отчет об оценке. Он готовится любой лицензированной оценочной организацией. И в случае, если у вас есть желание оспорить кадастровую стоимость более чем на 30%, то необходимо положительное экспертное заключение саморегулируемой организации оценщиков, в состав которой входит тот оценщик, который изготовил вам отчет о рыночной оценке. Вот эти два последних документа необходимо представить как в бумажном виде, так и в электронном виде. Есть очень осторожные люди, которые склоняются часто к мнениям даже двух оценщиков. И они, как показывает практика, могут не совпадать. Вот что делать в таком случае? Есть добрые ситуации. Нужно выбрать. Нужно выбрать, какой лучше, выгоднее. Тот, который соблюдает нормы действующего законодательства, и отчет которого не будет подлежать критической оценке, потому что он будет подготовлен безупречно. Смотреть на отчет. Ну, вообще про форму отчета, как она составляется, и что там должно быть. Еще стоит, наверное, поговорить, чтобы люди тоже понимали, на что нужно обращать внимание. Дело в том, что потребители, собственники объектов недвижимого имущества, они же не профессионалы в этом вопросе. И, собственно говоря, состав отчета об оценке их мало интересует. И от того, что мы сейчас с вами проговорим, какие критерии в нем должны быть, ну, мало что изменится. Потому что, когда комиссия будет этот отчет рассматривать, она уже будет более досконально подходить к оценке вот этого отчета. Но если говорить об основных ошибках, которые в основном оценщики допускают, то это неправильное применение сравнительного анализа, когда у нас объекты аналоги приводятся, ну, что называется, недостоверно. Ну, допустим, собственник хочет оспарить кадастровую стоимость земельного участка под объектом индивидуального жилищного строительства, а оценщик, который подготовил отчет об оценке в качестве объекта аналога, ну, вы понимаете, я хочу снизить кадастровую стоимость этого объекта, потому что я знаю, что есть дешевле. Но он при этом указывает земельный участок, допустим, под гаражом. Вот неверное использование объектов аналогов, конечно, влечет и отрицательное решение комиссии. Понятно. Следующий вопрос от Елены Ивановны. Принесли налог на дачный участок, Красноярский район. Участки одинаковые по площади, налог разный по сумме. Куда обращаться? Почему такая разница? Мы возвращаемся. Ваша знакомая, наверное, написала, подключилась к разговору. Аналогичная ситуация. Я думаю, что они часто возникают, потому что понятно, что вы это объяснили, но для Елены Ивановны, может, несколько советов. Елены Ивановны, я вам порекомендую прежде всего обратиться в налоговый орган по месту нахождения объекта. Если вас их ответ не устроит, то вы можете обратиться к нам, вы можете письменно обратиться, если вы живете в Красном Яре, то по почте направить нам обращение. Либо обратиться в наш отдел, в Красноярский отдел, он на территорию вашего муниципального образования тоже есть, и там оставить письменное обращение, где обязательно нужно указать кадастровый номер вашего земельного участка и обозначить вопрос о кадастровой стоимости. Мы его изучим и дадим вам письменный ответ в течение 30 дней. А вот еще хотелось бы понять еще раз, уяснить для себя, почему так важно знать, вообще, может быть, и не так важно для собственников знать вот свою кадастровую стоимость, для чего, собственно говоря, она вообще вот введена, и ведь зная вот, вот что можно сделать, зная вот эту стоимость? Ну, вот меньше знаешь, крыльчат спешить. Вот я вам скажу честно, я не знаю кадастровую стоимость. А почему люди вот так акцентируют свое внимание на стоимость? Потому что вот такой ажиотаж пошел. Вот потому что ажиотаж. Кажется, что все это, мы будем больше платить, кадастровая это намного выше, все у нас увеличится, мы будем больше, вот больше, вот все, больше, больше платим, не знаем почему, а кадастровая стоимость, кадастровая недвижимость сегодня уже на самом деле, да, только бабы ешкой пугают. Ну, я хочу сказать, что у страха глаза велики, и мы на самом деле, когда вот этот весь ажиотаж начался, мы провели анализ кадастровых стоимостей ряда регионов в пределах Привожского федерального округа. И я бы хотела отметить, что кадастровая стоимость на территории Самарской области адекватна и сопоставима с другими регионами. Если мы выстроим вот по ранжиру, да, вот от самой высокой до самой низкой кадастровой стоимости, то в Привожском федеральном округе на первом месте окажется Пермь, на втором Уфа, на третьем Казань, четвертое место делит Нижний Новгород и Самара и замыкает Оренбург. То есть излишне беспокоиться не нужно. Я бы не сказала, что да. Таких вот страшных событий в связи с переоценкой не произойдет. Следующий вопрос от Татьяны Петровны. Гараж у нас стоит на Береговой улице, и нам его оценили в 900 тысяч рублей. Мы его за 150 тысяч продать не можем. Есть ли возможность попасть к вам на личный прием и проконсультироваться с вами по этому поводу? Такая возможность у вас есть. Я принимаю каждый вторник. Нахожусь я на Ленинской, 25А. Вы можете позвонить по телефону 277-7474, записаться ко мне на личный прием, либо написать письменное обращение. Но... Вообще вот здесь соотношение кадастровой и рыночной. Здесь же больше рыночной стоимости. Скорее всего, да. Мы изучим ваш вопрос. И, скорее всего, мы не обнаружим ошибки в кадастровой стоимости вашего объекта. Но в данном случае мы вам порекомендуем обратиться в комиссию по оспариванию результатов. Я думаю, что у вас все шансы будут. Следующий вопрос от Павла. Провожу продажу комнаты в частном доме. Какая стоимость берется в расчет? Кадастровая или рыночная? У меня вопрос тогда. А кому вы продаете? Если вы продаете... Ну, как частное лицо. Как частное лицо, там где-то через объявление, то это будет стоимость, которую вы сами себе установите, которая будет являться адекватной, которая будет устраивать вам. Ну, и цена, спрос, предложения на рынке, они всегда должны быть адекватными. Это та стоимость, за которую у вас купят этот объект недвижимости. Понятно. Следующий вопрос. Что влияет на кадастровую стоимость участка? Зависит ли это от его характеристик? Вообще характеристики участка, это что имеется в виду? Какие они могут быть? Квартира, понятно, там какое-то общее состояние, еще что-то. А участок как вообще оценивается? Дело в том, что вот при формировании перечни объектов, подлежащих массовой оценке, мы предоставляем сведения из государственного кадастры недвижимости. Соответственно, чем полнее, чем больше он у нас наполнен, тем больше качественных характеристик имеет объект, тем более адекватной будет кадастровая стоимость, потому что исполнитель работы будет обладать необходимой информацией для ее определения. В этой связи мы сегодня проводим активную работу с органами местного самоуправления, поскольку у нас есть объекты недвижимости, которые, если мы говорим о земельных участках, которые без разрешенного использования, например, без категории, в отношении этих земельных участков в принципе не может появиться кадастровая стоимость. И в рамках выездных мероприятий мы практически каждый месяц в какое-то муниципальное образование выезжаем, мы проводим совместно с главами, с представителями муниципалитетов совещания, мы рекомендуем изготовить акт органа местного самоуправления, который бы установил правильное, допустим, разрешенное использование земельного участка. Вот именно адекватное, то есть чтобы разрешенное использование соответствовало его фактическому использованию. Кроме как органы местного самоуправления, которые работают на земле, которые знают все свои населения, у кого какая земля, это больше сделать некому. Поэтому чем адекватнее, чем правильно будет изложен вид разрешенного использования, тем адекватнее будет кадастровая стоимость этого объекта. Следующий вопрос. Состояние квартиры влияет на кадастровую стоимость или это зависит только от площади? Ну, вот если сегодня мы будем ставить квартиру на кадастровый учет, то мы будем применять удельный показатель, который утвержден правительством Самарской области. Тут все, это простая математика. Это удельный показатель, умноженный на площади объекта недвижимого имущества. Никакие качественные характеристики здесь учитываться не будут. Да, вот как-то вот слушаю и кажется, что какая-то несправедливость все-таки в этом есть. Потому что одно дело действительно квартиры после пожара, как вы говорили, а другая после ремонта, и стоимость их будет одинаковая. Да, но вот для этого и существуют комиссии по оспариванию. Понятно. Следующий вопрос. При сносе жилья на дачном участке выплачивается кадастровая или рыночная цена? Кадастровая. Поэтому если вы поторопились и сходили в комиссию по оспариванию кадастровой стоимости и снизили таким образом себе налог, а теперь для цели государственных нужд у вас этот земельный участок выкупается, то будет применяться кадастровая стоимость. И вот во всех случаях, когда, допустим, при строительстве стадионов или других объектов сносится вот и жилье на участках, по этой же схеме, только по кадастровой стоимости. Она приблизительно должна быть одинаковой. Еще раз хочу, чтобы вы напомнили, куда обращаться все-таки тем людям, которые, узнав кадастровую стоимость объекта, не будут с ним согласны. Куда обращаться, какие иметь основания и что с собой приносить. Ну, давайте я, наверное, сейчас назову адрес сайта, куда можно обратиться, и там, собственно, всю необходимую информацию почерпнуть. Адрес сайта www.to63.rosreester.ru Далее на этом сайте вы находите раздел «Кадастровый учет. Рассмотрение споров о результатах определения кадастровой стоимости». Весь перечень необходимых документов и бланк заявления для оспаривания здесь будут представлены. Сейчас в последнее время приходят к нам специалисты федеральных служб и говорят о том, что на сайтах, о которых вы упомянули, есть электронные интерактивные сервисы, что даже не нужно ходить, а можно задать вопрос, и получишь ответ специалисту. У вас есть такое или нет? Вот какие возможности ваш сайт, вашей организации предоставляет? У нас есть на этом же сайте, вернее, в разделе «Кадастровый учет» рубрика «Вопрос-ответ». Можно обратиться. Да, очень мало времени осталось. Хочу, чтобы прозвучал еще один вопрос. Оспаривание комиссии платное или бесплатное? Если платное, кто потом возмещает деньги? И вообще, за чей счет? Подающего или проигравшего? Оспаривание кадастровой стоимости комиссии осуществляется без оплаты. Бесплатно? Бесплатно. И важно уточнять, узнавать стоимости при несогласии, оспаривать, о чем вы рассказали, подробно куда идти, с чем и как действовать. Спасибо еще раз. Спасибо вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»